Машины останавливали все подряд, без учета марки, цвета и габаритов. Мало ли где скрывается злостный неплательщик. За полчаса специалисты выяснили, а на чане люди ответственные. Помнят поговорку, долг платежом красен. Ни одного должника. Однако спустя несколько минут пару задолжавших водителей все-таки остановили. Особенно отличился водитель Газели. По предварительной информации от сотрудников дорожной полиции, Газель числится в розыске, а транспортного налога накопилось 13 тысяч рублей. Водитель объяснил, по доверенности пользуется транспортным средством. И о таком тяжелом финансовом Грузии, лежащем на авто, знать не знает. Еще один неплательщик утверждает, что просто не успел заплатить назначенный штраф. Хотя на это дается больше месяца. Видите определенные графики, которые в процессе изучения подписываете. Там четко, можно сказать, черным по белому написано, что вам необходимо оплатить штраф в определенные установленные сроки. При неисполнении данной обязанности для вас наступает следующая ответственность, предусмотренная кодексом административных правонарушений. Законодатель изменил меру наказания по этой статье в этом году. Теперь на вас инспектор составит административный протокол и доставит у вас в суд на слушание дела. Где судья будет принимать решение, привлекать вас к ответственности или нет. И вплоть до наказания от административного ареста, штрафа, вплоть до исправительных работ. Кроме того, неуплата штрафа в срок влечет за собой увеличение его в два раза или арест до 15 суток. К такой мере прибегать в ходе рейда не стали, поскольку все водители, уличенные в просроченном налоге или штрафе, согласились уладить вопрос в кратчайшие сроки, погасив все задолженности в течение суток. Такие рейды проводятся не в первый раз и проводиться будут регулярно. Так что водителям стоит подумать и не нарушать. А если нарушили, оплачив штрафы вовремя, чтобы 500 рублей госпошлины или налога не превратились в 1000 рублей. Вадим Родин, Анапа. Регион.